Всем привет, с вами Пётр Семилетов с обзором телефона Fly IQ441 Radiance. Вот такой телефон, вот такая у него коробочка. В коробочке, я её не буду открывать, мне лень это делать, в коробочке находится зарядное устройство, кабель USB, то есть совмещена зарядка и кабель. Вы можете достать кабель из зарядки, использовать просто отдельно кабель. Можете использовать зарядку. И наушники, а также руководство, напечатанное шрифтом столь миниатюрным, что без увеличительного стекла рассмотреть что-либо сложновато. Можно, но неудобно. The Sim с упаковкой покончим. Это мой второй Fly. Первый Fly у меня был кнопочный телефон, двусимник, модель MC175DC, кажется. В общем, он был хорош тем, что в нём звуковой чип Yamaha и очень хороший звук. К сожалению, после года использования разговорный динамик стал хрипеть, а сим-карта самопроизвольно стирала своё содержимое. Не знаю, на что грешить, на сим-карту или на телефон. Как бы то ни было, опыт был и положительный, и печальный. Это мой второй Fly. Куплен по случаю дня рождения. И у меня он около полутора недель. Опытом использования я и хочу поделиться. Пока включать его не буду, соблюдая интригу. Довольно большой, хотя по современным меркам и не очень, дисплей, сейчас я вам прочитаю из коробки, я же не помню точные данные. В дисплее 4,3 дюйма IPS матрица. Матрица хорошая, углы экрана хорошие, это мы посмотрим чуть позже. Сзади якобы soft-touch, но это какой-то интересный soft-touch, он обладает такой, не знаю, видно ли здесь, это поверхностью будто джинсы, но на ощупь как проджинсованная резина, скажем так. Камера потеряла фокус. Так, подстроили. Сзади расположена 5-мегапиксельная камера со вспышкой. Камера ничем не прикрыта, и выступает несколько. Я боялся, что будет царапаться, но пока не царапается. Обратите внимание на кантик вокруг экрана, он несколько выступает. Да, вот тут в отражении видно, что я наконец подобился подключить для съемки обзора не только видеокамеру, но и водрузил ее на штатив, чего раньше не делал. Просто хочется сделать хороший обзор. Так вот, кантик. Этот кантик, несмотря на то, что я ношу телефон аккуратно, в карманах штанов, у меня там нет ни ключей, ничего такого, кантик начал уже стираться по краям, зазубринки какие-то появились и прочее. Не знаю, чем это объяснить, то ли особой жесткостью моих карманов, вроде бы там наждачная ткань, то ли мягкости самого кантика. На торцах, ну, тут мы видим микрофон, еще один микрофон есть рядом с камерой, что позволяет мобильному телефону записывать звук в стерео. Качество звука, кстати, неплохое, а штатный диктофон умеет записывать формат огворбис и весьма качественно. Жаль, что не во флаг. Ну, да ладно, то есть, то есть. Разговорный, ой, динамик громкой связи, звонков, вот тут расположим внизу. Так, сбоку мы видим единственные в этом аппарате механические клавиши, это клавиша включения, она же вызова экрана разблокировки и качельки громкости. Сверху гнездо подзарядки и соединения кабельного и разъем для наушников стандартный. включим дисплей. О, IPS матрица во всей красе. Вот, давайте посмотрим углы обзора, например, какой-нибудь картинки. Сейчас посмотрим углы обзора. Вот, давайте, у меня тут есть лес фотографированный. Чем любопытна камера этого телефона, тем, что в полученных ею фотографиях зеленый цвет какой-то очень уж насыщенный. Может быть, но он и естественный, но просто он очень насыщенный. Так, углы обзора. Видите, как все хорошо. Блллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл Экран хороший, яркий, отклик хороший, на солнце видно хорошо, относительно неслежно, но лучше, чем в двух других андроидах, которые у меня раньше были. Плюсы и минусы телефона. К плюсам, расфокусировка, сначала о минусах телефона, а потом перейдём к плюсам. Что меня в нём сначала несколько огорчило? Первое, я отметил довольно тихий звук при разговоре, в разговорном динамике, звук был глухой и тихий. Эта глухота осталась, а вот как я поборол тихий уровень, я расскажу чуть позже. Также GPS. GPS, холодный старт его занимал около получаса, честно говоря, не всегда дожидался вообще обнаружения спутников. Печально, GPS по умолчанию тут хреновый. То есть, максимум, на что вы можете рассчитывать по умолчанию, без дополнительных усилий с вашей стороны, это на определение вашего положения по базовым станциям с погрешностью метров сто, может быть, сто двадцать. То есть, считайте GPS декоративно, разве что, ну, скачать оффлайн-карты, и потом приблизительно смотри, где вы находитесь. Этот глюк присущ и другим телефонам линейки Radiance IQ440 и так далее. Хотя в телефоне очень много различных настроек GPS. Вот и GPS, и AGPS, и еще какая-то фирменная для чипсета фиговина. Сейчас мы посмотрим. Вот мы идем в местоположение. Это фиговина называется Epo. Вот это вот Epo, вы загружаете файлы с местоположения спутника, и это вроде бы помогает под системой GPS находить спутники быстро. На деле, опять же, по умолчанию, все печально. Что же делать? Как же быть? Вначале о том, как справиться с громкостью звука. Да, о громкости звука. Штатный плеер тоже не блистал громкостью, хотя воспроизводит он музыку неплохо, но громкость звукового тракта, звукового сигнала, выходящего на наушники, тихая. Вероятно, потому что требования Евросоюза ограничивают выходной уровень, и все такое, чтобы вы случайно не оглохли. Кстати, я советую использовать плеер Endless. Он позволяет слушать, выбирая папки. К сожалению, я не могу включить многую музыку для пробы так вот в суе, потому что YouTube может забанить эту запись. Поэтому и не будет. А вот есть The Matrix, давайте послушаем, как оно звучит. Вот как звучит суе. Глеб Самоилов и The Matrix. Композиция «Верь сейчас». Этотöh bitcoin можно скачать с свободного хранилища f-groid.org, но об этом пойдёт речь далее. итак про звук продолжим наш разговор качество сигнала в наушниках хорошая не сравнить уже упомянутый мой ямаховским чипом в другой модели fly но тут на уровне хорошо звучит но тиховато что можно сделать этим и с громкостью разговорного динамика надо достучаться до инженерного меню но вроде бы тут для него стандартными средствами не очень удобно достучаться поэтому надо установить китайскую программу которая называется которая называется мобайл анкл туз я хочу мне показать вот она вот такая иконка и и можно скачать с форма for pda ru вот мы запускаем мобайл анкл туз вот да и в нем мы заходим нам не надо обновление нет в инженерное меню там идем опять в инженерное меню там идем аудио аудио и отправившись в норму мы настраиваем громкость разговорного динамика а в headset могут громкости гарнитуры нас будет интересовать параметр меди отвечающий за уровень сигнала музыки и видео в общем подробности использования этого также есть в интернете на том же for pda ru я не буду тут повторяться и занимать время что удалось сделать при помощи этой программы но громкость разговорного динамика увеличилась ненамного но стало лучше глухота осталась а вот вот и гроза началась глухота осталась а а вот громкость повысила что до уровня музыки и скажем просмотра видео в наушниках то все стало значительно лучше музыка стала звучать хорошо громко так что в метро скором слышно хорошо а также стало лучше слушать классическую музыку как вы знаете классическая музыка сведена с меньшим уровнем rms рутменская чем музыка коммерческая и поэтому звучит тише и слушать скажем но современных мобильных телефонов где где громкость для удовлетворения и евросоюза и прочих структур искусственно ограничено то конечно вот такая вот разлочка звука очень поможет и так еще раз назову вам название программы mobile uncle tools это китайская программа но вот она есть переводе алексея арсеньева спасибо ему за перевод на мы уверены что хотим выйти из программы о том как починить gps 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 чиниться я очень обрадовался этому факту но чтобы починить gps надо получить телефоны доступ к root то есть включить на телефоне root как это сделать опять же описывается на многочисленных формах на том же флоп и дыру после в общем если кратко рассказать об этой процедуре то сначала мы устанавливаем фиговину загрузчик recovery recovery это загрузчик позволяет обновить прошивку скинутую на карту памяти но позволяет и как бы закинуть в телефон такой патч который предоставит нам права рута заодно установит программу который этим рутом можно будет управлять получив рут вы получаете доступ к системным настройкам которые в андроиде по умолчанию закрыты во многом потому что с помощью рут можно установить разные блокировщики рекламы что невыгодно все это я рекламный как бы вам это сказать ну в общем google то получай деньги от рекламы если вы рекламу заблокируете при помощи плагина dv поставленного с f droid.org то вы не будете видеть рекламу кое-кто этим недоволен так вот установив рут затем мы идем на f droid.org и устанавливаем вот эту программу faster gps вот она так выглядит там надо выбрать где вы находитесь это континент регион и так далее и выбрать сервер ntp network протокол network time протокол который позволяет под системе gps быстро получать время а без этой фиговины этот телефон и телефонные линейки радианс они пытаются получить время напрямую со спутника но пока очень как я понимаю получается замкнутый круг gps для ускорения поиска спутника должен знать время а время телефон пытается получить со спутника а спутник не найдены и поэтому вот идет поиск долги очень в общем после того как я установил программу faster gps и прошел все необходимые шаги по ее активации активизации работе общем а это бесплатно свободно программа просто надо выбрать разные пункты меню чтобы указать где же какой же использовать ntp сервер и вот после этого холодный старт gps стал меня отнимать ну несколько минут я сегодня вышел в лес включаю gps включил gps включил потом включил карту и хопа я уже увидел где я нахожусь карты карты предустановленные яндекс карты или или были предустановлены карты от гугла я уже не помню в общем я поставил яндекс и гугл любая программа установленная это сказать в прошивку это флайл можно удалить то есть все что не нужно в свободном удаляется это что на некоторых других смартфонах от толстых корпорации где вы пытаетесь удалить какую-то ненужную программу восстанавливается так на улице дождь идет и темнеет экран темнеет темнеет окружение ну что же дайте посмотрим как работают игры конечно же вас это интересует вот ежик соник я просто люблю играть платформула и поэтому играю на дэнди старой на серии вот это телефон тоже и и и и и и и и там и вот и и и В общем, я особо не играл, поэтому, в общем, идёт шустро. Птичек у меня нет, сейчас. Вот так идёт эта игра. Теперь давайте посмотрим, как идёт какая-то более навороченная. Вот Resident Evil 4. Capcom Resident Evil 4. Сначала идём загрузочку. Да, пока загружается, а в аккумуляторе, аккумулятора при таком жестком использовании телефона хватает, ну, дня на полтора, а если просто ничего не делать, то на дольше. Ну, я вот каждый день полтора заряжаю. Ну, я много GPS использую. Вот эта заставка так идёт. Ну, и заставку впить. Так, опять заставка. Фу-ау! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хочу отметить хорошую читалку FB Reader книг... Продолжение следует... 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 То есть, ну, не то чтобы, очень здорово, но и так, чтобы кому-то что-то показать, то можно. Давайте камеру включим. Камера включается, вот, либо приложением камеры, либо из экрана разблокировки вы смещаете. Оп, камера. Чудеса. Вот мой супер джойстик, я его использую для эмуляторов. Вот тут переключается между видеокамерой и фотографированием. Вот, чтобы сделать снимок, мы жмем вот так. Опа. И фотография готова. Вот такая опция фотографирования маловато. Вот, ну, оно, в принципе, вот так вот сфотографировалось. Такой джойстик. Конечно же, цифровой шум, а вы думали, в плохом освещении снимать, но мобильный телефон. Стандартные опции-то можем достать. Вот, и так далее. Звук в видео пишется в стерео, если вас это интересует. Конечно, это интересует многих. Все пишут, все жажут писать стерео звук мобильными телефонами. Так, что еще осталось рассказать? О звонках. При звонке фотография звонящая выводится целиком на экран. Это очень здорово. Но если у вас там маленькая картинка была внедрена в контакт, то эта картинка будет растянута на весь экран и выглядит очень страшно. Поэтому советую использовать достаточно большие картинки на контакты. Обзорщик замолчал. Думаю, а вот из предустановленных программ еще есть SPB-TV. Просмотр в онлайне телеканалов некоторых. В довольно среднем или ниже среднего качестве. В принципе, все, что можно сказать об этом телефоне. И так, по умолчанию, если с ним ничего не делать, не прилагать никаких усилий, это впечатления смешанные. А вот если приложить усилия, достучаться до рут, и сделать то, что я рассказывал, то телефон очень хороший, очень радует. И потому что за такие цены, такое, в принципе, качество сложно ожидать от других устройств. Хотя таковые возможности существуют. Ну вот, такое оптимальное сочетание аппаратной мощности и программных возможностей при условии, что руки выросли из правильного места, нечасто встречается. В общем, телефон советую для тех, кто любит настройки и не боится возиться с телефоном в плане прошивки и так далее. Всем удачи! С вами был Пётр Семилетов. Обзор Флай Кью-Ти 400 И вот забыл Таташина 441 Всем пока! Продолжение следует...